Почтовая служба во все времена сохраняет одну из самых главных миссий – служит связующим звеном между городами, странами и континентами. Оставаясь неотъемлемой частью нашей жизни, она обеспечивает и поддерживает связь между людьми, соединяя человеческие сердца и судьбы. И этого всего не было бы без людей, которые сегодня трудятся в системе Белпочты. Одними из таких являются водители, которые доставляют наши посылки из точки А в точку Б. И для предприятия Белпочта транспорт играет важную роль. Он важнейшее звено в сложном технологическом процессе. Автомобили являются не только перевозчиками грузов, но и передвижными отделениями почтовой связи, а иногда и полноценными рабочими кабинетами. Сегодня в автомобильном парке Беларуси насчитывается порядка 1700 автомобилей. Работает более 1800 водителей, которые трудятся каждый день в любую погоду, чтобы услуги почты были доступны в любой точке Беларуси. Ежедневный пробег автомобильного транспорта у нас составляет порядка 160 тысяч километров каждый день. Поэтому это очень ответственно, это очень серьезная задача для них. И та ответственность и нагрузка, которую они на сегодняшний день испытывают, находясь практически, ну можно сказать, наверное, в таком даже постоянном стрессе, поскольку все-таки транспортное средство – это источник повышенной опасности. Поэтому они везут груз, они за него отвечают. Таким образом, они выполняют вот эту вот очень важную для нас задачу, поскольку на сегодняшний день почтовое отправление, оно пока не материализуется для передачи. Его надо физически доставить из точки А в точку Б. Именно для этого и проводится конкурс профессионального мастерства водителей почты. В этот раз наша съемочная группа побывала на республиканском этапе, который состоял из трех частей. В первой конкурсантов проверяли на знания правил дорожного движения, устройства и технического обслуживания автомобилей. Участникам нужно было ответить на 10 вопросов. Во второй водители искали неисправности, с которыми автомобиль не должен выпускаться на линию. Их признаки участники конкурса должны были обнаружить при осмотре автомобиля. За каждую не обнаруженную неисправность участнику начислялись штрафные баллы. В третьей участники демонстрировали свое вождение. Сегодня здесь собрались лучшие из лучших, которые уже сражаются за то, чтобы получить главный приз этих соревнований. В целом, этот конкурс направлен в первую очередь на популяризацию профессии. И направлен на то, чтобы наши водители, зная правила дорожного движения, зная те неисправности, при которых запрещается эксплуатация транспорта, управляя транспортным средством на тех фигурах, которые мы здесь установили, в конечном итоге это все влияет на безопасность дорожного движения. Это как бы основная задача, это отсутствие травматизма, недопущение этого травматизма, недопущение дорожно-транспортных происшествий, чтобы водитель, выезжая на маршрут, выполнив свою работу, безопасно приехал, вернулся домой, в целостности и сохранности. Поэтому основная цель – это же, конечно, повышение уровня с точки зрения организации и выполнения своей работы безопасно. Третий этап конкурса самый волнительный. Ведь здесь учитывается все. Качество объезда препятствий, соблюдение правил парковки в условиях узких проездов, скорость выполнения задания. Работаю давно уже, работаю 14-й год. Соревнования попал впервые, впервые на областные, 8 июля проходили. Сейчас выиграл областные соревнования, приехал на республиканские. Нам первым приходится выступать сложновато. Областной этап прошел очень как-то легко, на одном дыхании, быстро. Здесь, мне кажется, сложнее, здесь больше нервного напряжения. 11 лет работаю на Гродненском филиале. Выбрал, ну, потому что нравится водить машину, и специфика работы устраивает. Конкуренция всегда есть, в любом деле есть. Ну, а так, ну, что-то сложное, что-то несложное. В принципе, все нормально. Когда я проходил маршрут, ну, вначале, как бы, когда сел только в машину, ну, как бы, переживания все есть. А потом уже, когда начинаешь ехать, они, ну, пропадают. По прохождению всех этапов судьями выставлены отметки, где после их суммирования выявлен победитель. Первое место в классе «Пежо Партнер» занял Сергей Менчуков из витебского филиала «Рубелпочта». Победителем в классе «ГАЗ-2705» стал Александр Шпилевский, представитель автотранспортного производства головного подразделения. Также Минское головное подразделение стало лучшим в командном зачете. «Рубелпочта»